Традиционная тема еженедельная, что происходит у нас с эпидемиологической ситуацией. Надо сказать, что немножко есть улучшения в этой области. И сегодня у нас коэффициент 295,91, и при этом видовирума 280 на 100 тысяч человек. Конечно, у нас немножко повыше, и, конечно, ситуацию нельзя еще назвать удовлетворительной, потому что за сутки увеличилось в городе заболевших на 16, но, тем не менее, тенденция к снижению идет. Конечно, успокаиваться совершенно нельзя, потому что мы уже слышали о том, что в Европе начинается третья волна, и там начинается опять рост, как только все открыли, как только разрешили выезжать, пришлось опять все закрывать. И во многих странах даже комендантские часы определены. То есть ситуация в Европе ухудшается, и не исключено, что если откроются какие-то возможности людям путешествовать, то это все придет и к нам, поэтому этого надо опасаться. И, конечно, все зависит от того, насколько наши люди провакцинируются. Если в целом по республике две дозы получили вакцины уже более 30%, то две дозы у нас получили только 17% вида вирума, процент ниже. Сегодня провакцинированы социальные работники, медики, провакцинированы люди, которые свыше 70 лет, и на этой неделе началась вакцинация людей, которые старше 50 лет. В ида вирума есть отдельное, так сказать, послабление при вакцинации. Если 18-летний человек приводит пожилого человека, то вакцинируют и того, и другого. То есть у молодежи есть возможность провакцинироваться вместе со своими пожилыми родственниками. И, конечно, есть еще одно послабление. Если коллектив более 100 человек заказывают полное вакцинирование, то эта бригада выезжает на место. Такая возможность тоже есть. Но послабления у нас приняты. Мы знаем, что дети начальной школы начали заниматься на контактном обучении. Больница сегодня сократила количество мест с 75 до 50 ковид-больными. И в Кохтло-Ярвицкой части осталось 20 мест. Это количество уменьшилось в связи с тем, что в больницу стало меньше поступать пациентов. Но больница говорит о том, что они готовы в любой момент, если вдруг что-то произойдет, какие-то будут снова вспышки, то они готовы вернуться к увеличению количества мест, которые они могут предложить больным по ковиду. То есть ситуация где-то чуть-чуть улучшается. Но поскольку в Европе волна третья наступила, то успокаиваться нельзя. И самое главное, что если количество провакцинированных достигнет до 70%, то можно будет уже не опасаться, что будет такая же пандемия и нужно будет закрывать все. Поэтому я призываю всех вакцинироваться для того, чтобы мы могли начать жить нормальной жизнью, чтобы у нас работали бары, рестораны, кинотеатры, чтобы мы могли проводить мероприятия городские. На сегодня мы все мероприятия городские отменили и никому не даем разрешения на проведение мероприятия. Это рекомендация штаба кризисной комиссии. И, скорее всего, вида верума будет еще и со стороны правительства или центрального штаба введены эти ограничения, поскольку у нас все-таки ситуация похуже, чем в целом по республике. Поэтому я призываю еще раз всех вакцинироваться, конечно, соблюдать масочный режим и соблюдать все. Но очень хочется вернуться к нормальной жизни, очень хочется куда-то поехать. Поэтому давайте все провакцинируемся, чтобы чувствовать себя уверенно.